Друзья, всем привет! Это канал Фактограф. Сегодня мы поговорим об уникальных домах, построенных животными, птицами и насекомыми. Многие животные не сильно переживают, если у них нет собственного жилья. Они находят временное убежище в норах, дуплых деревьев, в пещерах или даже занимают чужие дома. Но есть и то, кто уделяет особое внимание месту, где будут жить и выводить потомство. И то, что у них в конечном итоге выходит, поражает даже самых умелых архитекторов. В этом видео мы покажем вам 10 существ, которые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища. Из подручных средств естественного происхождения эти животные возводят самые большие, самые прочные и самые неординарные построения. Сегодня мы заглянем в гости к термитам, бобрам, ручейникам и рыжим печникам. Вы увидите, как они строят свои жилища, какие материалы используют и какими особенностями эти дома отличаются. Так что садитесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Поехали! Рыжий печник. Это строитель в стиле брутального конструктивизма, творение которого можно увидеть в не менее брутальной Южной Америке от Бразилии до Аргентины. Внешне гнездо печника напоминает глиняную печь, за что, собственно, он и получил свое название. Эти птицы мастерят свои домики из смеси глины, грязи и растений. Они прикрепляют их, как правило, к горизонтальным поверхностям – к веткам, крышам, высоким балкам. Печники начинают заниматься постройкой сразу же после сезона дождей, когда материал становится мягким и податливым. Птицы переносят в клювах шаровидные комочки и затем расправляют их клювом и ногами. Сначала строятся прочные основания и стенки гнезда, затем стороны смыкаются в виде свода. Внутри гнездо выстилается мягкими перьями и травинками, а вход проделывается сбоку. Строительство занимает от недели до месяца. Высота готового домика составляет около 25 сантиметров, а вес – от 3 до 5 килограммов. Термиты Звания самых гениальных архитекторов животного мира заслуженно получают термиты. Общественные насекомые, живущие на земле со времен динозавров. Давайте глянем на их фантастические дома. Конические грибовидные вытянутые жилища внутри оснащены многочисленными ходами, залами и сложной системой вентиляции. Благодаря 20-сантиметровым внешним стенам в термитники не попадает дождевая вода, а небольшие отверстия поддерживают необходимый микроклимат. Постройкой занимаются рабочие особи, которые составляют большинство жителей колонии. В качестве строематериалов насекомые используют глину и растительные остатки, скрепляя их своими выделениями. Термиты живут огромными колониями. Пока жива колония, термитник, надземная часть жилища, надстраивается постоянно. Так, за несколько столетий конструкция может вырасти до 5 или даже 10 метров в высоту. Самый крупный обнаруженный термитник имеет высоту 12,8 метров. Встречаются термиты на всех континентах, кроме Антарктиды. Но чаще всего их муравейники можно увидеть в африканских саваннах и австралийских пустынях. Краснолобая славка портниха Почему эту птицу прозвали портнихой? Все из-за особых технологических методов, которые она использует при постройке гнезда. Да, вы правильно поняли, эта маленькая яркая птичка буквально шьет себе гнездо. Основу жилища портнихи составляет один или два больших листа с куста или дерева. При помощи острого клюва славка портниха прокалывает дырочки по краям мясистых больших листьев и сшивает их. В качестве нити она использует тонкие растительные волокна, а также самодельные нити из шерсти, пуха или паутины. Дополнительно портниха смачивает нити своей слюной и приклеивает их к листику. В результате образуется просторный карман, внутри которого птицы обустраивают гнезда. Примечательно, что строительством гнезда всегда занимается самец, пока самка в это время ищет пух и мох для благоустройства жилища. Увидеть такой удивительный сшитый домик вы можете среди крон деревьев Юго-Восточной Азии. Бумажная оса Если вам нужно что-то соорудить, а под рукой нет стройматериалов, не беда. Берите пример из бумажных ос. Используйте подручные средства. Эти изобретательные насекомые строят свои гнезда из бумаги собственного производства. За это их прозвали бумажными. Осы жуют сухие стебли растений и мертвую древесину, в частности осину или липу. Затем они смешивают измельченные древесные волокна со своим секретом и получают бумажную массу, которую используют для создания стенок и внутренних перегородок в своих жилищах. Осиная бумага довольно прочна и почти не размокает. К тому же осы строят свои гнезда в местах, защищенных от дождя. Строительством осиного жилища, как правило, занимается матка, начиная работу весной и заканчивая к осени. Готовое гнездо напоминает сферу с дыркой внизу. В нем могут поместиться около 10 тысяч особей. Обыкновенный общественный ткач Это 10-сантиметровая африканская птичка. На вид ничем особенно не примечательно. Но ее жилище совсем другое дело. Гнездо ткача достигает до 8 метров в длину и является одним из самых больших гнезд среди птиц. Со стороны оно напоминает большой сток сена, размещенный на дереве. Гигантская конструкция объединяет от 300 до 500 отдельных гнезд, в которых комфортно живут и размножаются несколько сотен особей. Общественные ткачи строят свои дома группами. Исключительно в Южной Африке. В качестве материала они используют длинную жесткую траву, из которой плетут большие шары. Внутри гнезда поддерживается специальный микроклимат, сохраняя прохладу днем и защищая от холода ночью. Такие птичьи домики могут использоваться несколькими поколениями и служить ткачам до 100 лет. Ручейник Если в мелких прудах, ручьях или лужах вы обнаружите необычную трубочку, сделанную из природных материалов, то знайте – это домики ручейников. Ручейники – это мягкотелые личинки, которые ведут водный образ жизни. Из мелких ракушек, камешков, кусочков травы, древесных щепок они сооружают себе домик, который защищает их от хищников. Со дна водоема ручейник подбирает различные мелкие частицы и прочно скрепляет их паутинными нитями. Конструкция выглядит как открытая с обеих сторон трубка, через которую свободно протекает вода. По мере роста личинки жилище достраивается. Взрослые особи ручейников не нуждаются в домике, ведь со временем у личинок вырастают крылья, меняется форма тела, появляются ноги и усики. Они стоят похожими на бабочки, могут находить укрытие в пещерах и расщелинах скал. Интересный факт – благодаря ручейникам появился новый вид искусства. Животных помещают в аквариум, усыпанный цветными камушками и бусинами, и личинки делают из них уникальные ювелирные украшения. Бобер – это самый известный строитель в мире животных. О знаменитых бобровых плотинах, наверное, не слышал только ленивый. Но где живут эти хвостатые инженеры? Оселятся они в норах, вход в которые расположен под водой. Полуводные грызуны роют норы со сложной системой ходов на крутых и обрывистых берегах. Жилая площадь возвышается над водой на 20-30 сантиметров, а ее ширина составляет 1 метр. Если уровень воды в водоеме падает, то бобры строят плотину, чтобы его восстановить. Самая большая плотина в мире, построенная бобрами, находится в Канаде, в парке Вудбаффало, и имеет длину 850 метров. Если же вырыть нору невозможно, то бобры строят так называемую хатку из хворостой глины. Конусообразная хатка имеет высоту 1-3 метра. Внутри жилища всегда сухо, ведь оно находится под водой. Прочные, обмазанные глиной и землей стены всегда поддерживают оптимальную температуру, а свежий воздух попадает через отверстия в потолке. Но больше всего поражает, что взрослые особи не учат маленьких бобрят строить. А они уже рождаются с этим инстинктом. Ткачик бая. Теперь наведаемся в жилище пернатых обитателей Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента. Ткачики бая прославились на весь мир своими мастерски свитыми висячими гнездами, что сильно походит на перевернутую воронку. Птицы размещают их на колючих деревьях или на свисающих над водой пальмах, чтобы хищники не смогли к ним добраться. Строительством гнезда занимаются только готовые к размножению самцы, чтобы после привлечь самку к спариванию. Они используют грубые травы, рисовые листья и длинные волокна из пальмовых ветвей. Своими сильными клювами птицы вяжут узлы и дополнительно используют сгустки грязи, чтобы придать будущему жилицу устойчивости. На возведение грушевидного гнезда уходит около 18 дней. Ткачики не любят одиночество, поэтому на одном дереве могут поселиться до 60 пар птиц. Кроме того, исследователи утверждают, что ткачики размещают свои дома на восточной стороне деревьев, чтобы защититься от юго-западного мусона. Азиатские муравей-портной Насекомые этого вида способны проделать поразительную работу и соорудить себе не просто жилище, а интереснейшее архитектурное сооружение. Муравьи-портные не живут в знакомых нам муравейниках, как прочие виды, а всю жизнь проводят на деревьях. Соответственно, их домик также располагается на ветках. Насекомые сшивают свои гнезда из листьев, не отрывая их от веток. Вся работа проделана по группам. Одни муравьи притягивают листики друг к другу, сворачивая из них своеобразные конверты. Другие приносят личинок из материнского гнезда, чтобы юные особи закрепили конструкцию. Ведь именно личинки имеют максимально развитые паутинные железы, и им производят нити, которыми скрепляют листья. Из этих же нитей они создают ходы, соединяющие гнезда между собой. Ведь одна колония этих мелких ткачей может занимать до 10 деревьев. Муравьи портные являются хищниками и готовы напасть на любого, кто притронется к их гнезду. Поэтому если вы попадете в Азию и заметите над головой зеленый кокон из листьев, то лучше обойти его стороной. Саланганы. Хотите съесть что-то экзотическое? Обязательно попробуйте птичье гнездо. Правда, для этого придется выложить из вашего кошелька достаточно ощутимую сумму. Около 3000 долларов США за 1 килограмм. Создателями съедобных гнезд являются саланганы – маленькие птицы из семейства стрижей, что населяют Юго-Восточную Азию и острова Океания. Почему же их гнезда считают самым ценным деликатесом? Из гнезд выходит желеобразная похлебка, которая имеет специфический вкус и немало лечебных качеств. Эти птицы создают их из собственной слюны практически совсем без сторонних примесей. Гнезда находятся в глубине пещер на отвесных скалах над морскими водами. Саланган водит клювом по камню, рисуя силуэт люльки, и слюна мгновенно застывает. Накладывая слой за слоем, птица возводит стены гнездышка и получает жилище в форме маленькой колыбели. Постройка длится около 40 дней. Сборщикам птичьих гнезд сложно достать добычу, но зарабатывают они прилично. Ведь поставщики ресторанов готовы платить большие деньги, чтобы очередному щедрому гурману приготовили суп из ласточкиных гнезд. Это была десятка уникальных домов, построенных животными, птицами и насекомыми. Какое жилище понравилось вам больше всего? Делитесь с нами в комментариях.